Камила, добрый день! Здравствуйте, Калула! Добро пожаловать в нашу рубрику интервью. Спасибо большое! Уважаемые подписчики, сегодня у нас уникальный гость в нашей программе интервью, или в рубрике, как мы назовём это. И это первое русскоязычное интервью, которое я выкладываю у себя в блоге, потому что, если вы заметили, у меня всё на узбекском языке. Но! Камила узбечка. Она знает узбекский язык, но она сообщила, что ей комфортно будет говорить на русском языке. Ещё раз добро пожаловать, Камила! Спасибо большое! Можете представить нашим подписчикам. Всем здравствуйте! Меня зовут Камила. Мне 23 года, так обычно себя почему-то презентуют. Я являюсь сотрудницей конгресс-холла и гостиницы Hilton в Ташкент-Сити. Сейчас мы как раз-таки находимся в гостинице Hilton, в очень атмосферной обстановке. Да, очень спасибо! Да, я вот, как Камола сказала, узбечка, которая как бы практикует свой узбекский язык, так как я три года провела за границей, училась, работала. Буквально год назад вернулась в Узбекистан, потому что я поняла, что всё-таки патриотизм был во мне воспитан, так или иначе, и меня всё-таки потянуло к себе на родину. Вот, и сейчас работаю здесь. Спасибо большое, Камила! Ну, надеюсь, вам далее ещё будет интересно, потому что мы сегодня будем говорить о моде, о трендах, о стиле Камилы. Камила, расскажите, пожалуйста, о том периоде, который вы провели в Париже, потому что мы знаем, Париж это город грёз, мечты, моды и всё остальное. Да, романтика, стиль. Расскажите, пожалуйста, немножко об образе жизни в Париже, как там люди одеваются, поменялся ли у вас гардероб, когда вы жили в Париже, вот об этом немного. Ну, в первую очередь я тоже вот мечтала, грезила Парижа, что вот это прям был некий такой образ, да, вот у меня в голове, у меня в комнате обои, вечно заклеенные Парижем. Вообще, почему Париж, я с пятилетнего возраста фанатка, скажем так, мюзикла Notre Dame de Paris, вот, представляете, маленькая девочка, пятилетняя, воспевая «Б» или другие французские песенки, и того очутилась в городе мечты, поэтому мечтайте. Вот. И на самом деле я благодарю Париж в первую очередь за свою самооценку, то есть он действительно, вот этот город, учит вас доверять себе, быть верным самим себе. То есть, говоря о стиле парижанок, да, француженок, написано очень много книг, написано, снято очень много фильмов, то есть это везде воспевается, но уникальность заключается в том, что они очень индивидуальные. То есть, каждая француженка, она действительно думает больше о своих достоинствах, то есть там нет такого вот штампованной моды, да, например, если сравнивать, ну, не знаю, Америку, ну, как минимум Узбекистан, то есть у нас девчонки есть некий стандарт, и они все строго ему как бы следуют, то есть на улице какая-то прослеживается, да, тенденция вот, что, ну, вы просто гуляя по улице знаете, что сейчас в моде, потому что многие это носят. Во Франции, разумеется, есть тоже свой стандарт, но это своего рода классика, потому что там как бы прослеживать, допустим, французские тренчи, да, мы все знаем, потом вот это в полосочку, как это... Барбари? Нет, 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 как в морском стиле, вот они же носят... Тельняшки? Тельняшки, да, все носят, красные губы, каре, это да, это согласно, это больше классика, но тем не менее француженки, они действительно очень индивидуально подходят к своему образу, к своему стилю, и это очень интересно. Камила, спасибо, и у нас следующий вопрос, вчера вы у себя на странице написали, что у вас образ был похож на образ Меган Маркл, давайте мы немного поговорим о вашем образе, а на что вы обращаете внимание, когда покупаете вещи, когда собираете свой гардероб, либо меняете образы под сезоны, расскажите намного, на что вы обращаете внимание. Ну, если вообще затронуть тему шопинга, он у меня очень такой быстрый, то есть обычно, да, это, кстати, очень хорошая техника, я точно знаю, зачем я иду в магазин, то есть, конечно, бывают моменты такое настроение, хочется прогуляться по магазинам, посмотреть, но если я иду вот что-то покупать, я уже задаю себе четкую цель, мне нужно это, 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 поэтому вот у меня шопинг такой. Как это очень скоростной, да, в режиме флэш, импульсивный шопинг, да. Вот, у меня есть некие музы, которыми я восхищаюсь, в том числе Меган Маркл, она вообще как личность меня очень сильно притягивает своей силой, своей энергетикой, ну и, разумеется, стилем, то, что она смогла поменять, вот она была американской актрисой, сейчас как бы у неё более протокольная одежда, так как она принцесса, да, скажем так, герцогиня, вот. И, честно, на самом деле, этот образ, да, он получился, я просто так-так, у меня есть вот это, у меня есть вот это, она одевалась так же, почему бы не сделать, и получается просто как копипейст, то есть, не было такого, чтобы я шла в магазин, там, купить что-то с целью, как у Меган Маркл, такого не было, вышло естественно. Ну, как бы, знаете, как говорят, great minds think alike, да, великие умы думают одинаково, вот. У меня стиль больше классический, я, как бы, многие подружки тоже говорят, у тебя нет спортивной одежды, как бы casual и классика, скорее всего, вот. Вот, и самое главное, возвращаясь к теме о француженках, то есть, надо знать себя и принимать себя такой, например, вот меня бог, допустим, наградил стройными длинными ногами, да. Если у кого-то этого нет, пытаться максимально как-то из себя это выдать, это бесполезно, то есть, нужно действительно быть в ладу со своей природой, знать свои достоинства, знать свои недостатки и, соответственно, подчёркивать достоинства и скрывать недостатки максимально. То есть, и в одежде я придерживаюсь того же принципа, то есть, цветовая гамма, да, нужно разбираться, разумеется, в понятиях, там, цветотип, осень, зима, лето, весна, да, и, как бы, так проще и так, как бы, грамотнее, да, более грамотный подход, вы просто признаёте, что я, допустим, ну, вот, я, наверное, больше зима, да, скажем так, вот, то есть, и что зиме нужно носить, например. Например, да, да. Или, допустим, у меня вот в пропорциях, допустим, там, ну, опять-таки, длинные ноги, да, как можно сделать так, чтобы они визуально были длиннее? Или там цвет какой-то там мне не подходит, да, например, там, ну, бежевый, он меня просто бледнит, и я теряюсь. Я просто исключаю его из своего гардероба, скажем так. Вот, поэтому действительно нужно изучать себя, пробовать, разумеется, пробовать нужно. У меня вот со стрижкой были вечные какие-то перемены, я под, когда, знаете, был в тренде фильм о сумерках подростковой, я под Эли Скалин, вот эта пикси, короткая стрижка ёжиком, дважды стриглась, то есть, подростковый период был интересный. Потом были вот эти готы эму, я ходила с террористической банданой на шее, да, почему бы нет? Но, как бы, сейчас больше поняла, что мне комфортнее в классике, я люблю каблуки, мне все говорят, как ты целыми днями ходишь на каблуках? Да, это секрет, кстати. В удовольствие. Я себя не заставляю, я просто люблю, я чувствую себя уверенней, когда, в первую очередь, на каблуках вы ходите медленнее. И когда вы ходите медленнее, то есть, вы больше думаете о своей походке. В кроссовках вы просто летите, да, вперед, а здесь появляется женственность, потому что я не могу идти быстро, и как бы все должны ждать, все должны под меня подстраиваться. То есть, здесь какая-то такая женственность, да, присутствует. Вот, но самое главное, все в свое удовольствие и все в согласии с собой. Такой секрет. Все, спасибо большое, Камил. У меня такой вопрос, я его заранее вам не высылала. Ну, как вы знаете, сейчас очень в тренде оверсайз, да, то есть, это большие, объемные, объемная одежда, верхняя, нижняя. Как вы смотрите на тренды, как раз-таки на оверсайз? Вы носите большие вещи, вам комфортно в них находиться? Да, это может быть немножко далеко от вашего стиля, но как вы относитесь к этому тренду? Мой главный оверсайз – это мой братишка. Я, когда хочу оверсайз, я захожу к нему в комнату, открываю его шкаф, и у меня начинается стиль оверсайз. Вот, я его люблю, он очень комфортный, я согласна. Опять-таки, ну вот, буквально недавно подругу критиковала, говорю, вот, допустим, нужно как-то подчеркивать фигуру. Я отношусь к оверсайзу в умеренном стиле. Например, я могу надеть зауженные брюки, да, ну, не приталенные, а как вот наоборот, что, скинни джинсы, например, с оверсайз-жакетом. То есть тогда для меня это гармония. А если я надеваю и штаны оверсайз, и этот, то это, как, знаете, Мерлин Монро фотосъемки в картофельном, как это, мешке, да, когда ей сказали, что у тебя такие красивые платья, ты поэтому Мерлин Монро, он говорит, я и в картофельном мешке буду Мерлин Монро. Вот если я оденусь полностью оверсайз, то что-то в этом роде. Поэтому 100% оверсайз я не люблю, все-таки мне нравится подчеркивать, как бы, ну, свои формы, скажем так. Понятно. У нас следующий вопрос. Камил, вы работаете, ну, как бы сказать, в таком офисном режиме, да, у вас очень много мероприятий, вы проводите какие-то встречи, организовываете их самих. Что вы советуете нашим офисным девушкам в Узбекистане, как разнообразить свой, ну, как сказать, офисный гардероб, да, потому что многие, они себе не позволяют какие-то яркие рубашки с, например, там, классическими брюками. Какие у вас советы такие практические, как разбавить свой офисный гардероб и сделать его не скучным, а вот именно интересно? Ну, в первую очередь, именно мой рабочий стиль, как бы, он достаточно строгий, потому что мы должны соблюдать протокольные правила. Даже примеры о яркой рубашке я себе его позволить не могу, в принципе, то есть у нас все очень строго. Я нашла выходы, я шла к этому где-то полгода, да, но, тем не менее, нашла выходы, и в первую очередь я играю с цветами. То есть изначально у нас главный цвет это черный, разрешается, допустим, там, серый, вот, и, в принципе, я там засмотрелась на темно-зеленый, на бордовый, на темно-синий, серый, различный, пить от оттенков серого, скажем так. То есть можно играть вот именно с цветами, можно играть с фактурами, то есть я могу надеть шелковую рубашку, я могу надеть льняную рубашку, или там хлопковую, да, или там футболку, американку, да, вот, то есть можно играть с текстурой. И самое главное, вообще меня вот, кто знает, они всегда говорят, у тебя всегда что-то есть на шее, то есть, возможно, сегодня я не одела, но я всегда ношу шарфики. Это вот что-то я переняла из Франции, хотя я их любила до этого, то есть найти какую-то свою вот эту отличительную черту, то есть даже сколько раз было, говорят, вот эта у вас девушка с шарфиком же есть, как шопоголик, знаете, девушка в зеленом шарфе, вот то же самое. Допустим, украшения. У меня неоднократно меня, как бы, ну, даже не благодарили, потому что, когда приходят иностранные гости, я люблю национальный принт. У меня есть, допустим, бижутерия в национальном принте, на вот последнее мероприятие одела чапан в национальном, как бы, стиле, то есть это подчеркивает, я как раз-таки сказала, что я патриот, и лишний раз подчеркнуть наш потрясающий узбекский, вообще, дизайн, наши орнаменты, это с удовольствием. Поэтому можно, как бы, небольшие неброские украшения, понимаете, стильно не значит броско, стильно не значит много, может быть, чуть-чуть, как бы, незаметненько, но оно есть, этого не убрать, понимаете, вот, поэтому какие-то такие лайфхаки, да, вот я добавляю украшения, я добавляю шарфики, я играю с текстурой, я играю с цветом, вот, и вроде, в принципе, удается, меня не ругают, а я каждый день выгляжу по-новому, скажем так. Вопрос касательно бюджета на шоппинг. Как вы думаете, и как вы относитесь на то, что, чтобы иметь хороший стильный гардероб, нужно ли тратить много денег на него? Абсолютно нет. Ну, у меня, допустим, шоппинг, как я сказала, я задаюсь целью, то есть, есть понятие, допустим, базового гардероба, на котором, к сожалению или к счастью, экономить нельзя ни в коем случае, потому что эти вещи вы носите годами, да, вот мне 23, у меня есть вещи, которые, господи, ношу там по 7-8 лет, да, хотя, в принципе, еще молодая, откуда, но... Тем не менее, это база, допустим, черные брюки, белые рубашки, пиджаки, там, юбка-карандаш, черное платье-футляр, да, я говорю какими-то статьями в Космополитен, вот, тем не менее, это база. Ваше пожелание нашим подписчикам, которые всегда находятся в поиске новых трендов, либо обновления своему гардеробу, либо какого-либо соответствия к этим новинкам, Ваше пожелание нашим подписчикам, 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 да, в целом, как завершающее слово. Спасибо всем большое за внимание, берегите себя, будьте стильными, будьте в ладу с собой, вот, всегда задавайтесь вопросом, как вы себя чувствуете, хорошо ли вам, как вы выглядите так, как вы хотите выглядеть, и все у вас будет прекрасно. Спасибо вам большое, подписывайтесь на Камолу, просто удивительный человечек, вот, до новых встреч!